Некоторых геймеров учат, не всегда приятный и даже я бы сказал негативный опыт, а некоторые даже из личного плачевного опыта не берут никакой урок. Приветствую вас дорогие зрители, второй и я надеюсь не последний выпуск из серии бан консоли PlayStation и на этот раз я вам расскажу реальную историю о том, как забанили учетную запись пользователя PlayStation Network, на которой ни много ни мало, но куплено игр более чем на 16к. Я конечно понимаю, что львиная доля моих зрителей это арабские шейхи и 16 тысяч рублей это как капля в море, но давайте все же будем солидарны, для кого-то это существенно большая сумма. И пока мы не затронули новую историю, хочу буквально несколько слов сказать о прошлом герое. В общем как он после подсчитал, игра у него там была на 12 тысяч и после апелляции, которую он подавал в Sony, ему конечно же не вернули аккаунт и в очередной раз ему подтвердили, что мы его забанили безвозвратно. Собственно, если ты не смотрел прошлый выпуск, то в конце ролика, либо же в описании я тебе оставлю ссылку, обязательно посмотри, много полезной информации. Буквально через пару-тройку дней после выпуска ролика о предыдущем бане консоли PlayStation мне написал один из зрителей и поведал свою очень интересную, я бы даже сказал необычную историю, с которой может столкнуться в принципе 99% обладателей консоли PlayStation. В одном из популярнейших роликов на СНГ сегменте о бане консоли PlayStation я вам не раз акцентировал внимание, что одним из грубейших нарушений является нецензурная лексика, оскорбление, либо же просто мат. Именно тот момент, когда у вас наверное созревает вопрос, а чего мол здесь уникального, либо же необычного? А что если я вам скажу, что забанили всего лишь навсего за одно слово «нахера»? Исходя из максимально конструктивного описания от сегодняшнего героя, он получил бан за мат. Цитирую, я человек невспыльчивый, просто так маты не пишу и даже в тусовках не говорю маты. Как-то раз написал слово «нахера», через дня 2-3 пришло уведомление, что сообщение удалено группой PlayStation Network и потом прилетел бан навсегда. Писал в техподдержку, почему так, пока не ответили. Но так как мы рассматриваем ситуацию после ее логического завершения, герой сегодняшнего ролика нарушил правила поведения в сетевом сообществе, которое необходимо соблюдать при общении с другими пользователями сети PlayStation Network. Пользователь, которому было направлено слово «цитирую нахер», точечно подолжал обу на сегодняшнего героя и после ручной проверки модерацией, они решили принять такое решение и забанить учетную запись навсегда. Уникальная в своем роде ситуация, так как я много раз сталкивался с подобным правонарушением и зачастую Sony принимали решение. Просто кидали уведомления о том, что ведите себя как-то покорректнее, давали временный бан, но никогда не наказывали пользователей за подобное нарушение с первого раза и навсегда. Тем более, это игрока лишь или учетной записи, на которой выбито 18 платин, куплено игр более чем на 16к. И если, черт возьми, с потери средств как-то можно смириться, то потеря учетной записи, которая является сакральным для обладателя консоли PlayStation, и как по мне, это является ударом ниже пояса, так как ввиду последних тенденций, все больших набирает оборотов трофихан движения. Проанализировав профиль сегодняшнего героя, с большой долей вероятностью смею предположить, что выбивать ачивки человеку нравилось. Вот вы представьте, вы играете на PlayStation, у вас есть основная учетная запись, на которую вы, к примеру, покупаете игры, также любите выбивать там различные ачивки, вы туда положили много своего времени, усилий и по одному щелчку компании Sony за всего лишь навсего одно слово вам банят учетную запись. Навсегда тем более. В итоге рассказанной ситуации хочу сказать следующее. Против сегодняшнего героя сошлись просто все звезды. Нарушение как таковой не является архиважным и критическим, за который можно было сходу давать бан. Но все невезение сегодняшнего героя заключается в том, что он попал не на того сотрудника, который рассматривал его ситуацию и который вынес решение с постоянным баном. Эх, Максим, Максим, за что что так Серегу наказал? И вот как раз мы подобрались к апогею сегодняшнего ролика. Какие же действия необходимо делать, либо же противоположно, какие действия не нужно делать для того, чтобы не стать героем нового выпуска и не столкнуться с подобной ситуацией. Первое и, пожалуй, фундаментальное. Если вы общаетесь по сети PlayStation Network посредством сообщений, либо же голосового чата, то ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя высказываться агрессивно по отношению других пользователей сети PlayStation Network. Забудьте о любых формах матерных слов, даже самых легких. И я бы вам еще даже настоятельно рекомендовал исключить из своего диалекта грубый запас слов, которые при неудачном исходе обстоятельств, как в сегодняшней ситуации, могут сыграть с вами злую шутку. Второй и более комплексный совет. Если вы не всегда можете контролировать свои эмоции, то я бы вам вообще настоятельно рекомендовал не переписываться и не ввести голосовые чаты в сети PlayStation Network. Так как под воздействием той или иной ситуации, которая в комплексе с вашим эмоциональным состоянием, может привести опять же к бану. Рекомендация номер три. Всегда обращайте внимание на включенный микрофон и не забывайте о внутриигровом чате. Порой, играя в мультиплеер в своей любимой игре и параллельно общаясь в одном помещении, вы можете наговорить чего-то лишнего, которое будет использовано против вас. Согласен, звучит как из какого-то американского фильма при задержании, но поверьте, таковы уж реалии. Согласитесь, будет неприятная ситуация, если даже придет просто уведомление о том, чтобы вы себя вели более корректно в сети PlayStation Network. Поэтому имейте ввиду. Дорогие зрители, я как минимум надеюсь, что из сегодняшней ситуации вы для себя что-то подчеркнули новое и полезное. Соглашусь с той точкой зрения, что не совсем приятное ощущение быть героем нового выпуска, но все же, если у вас имеется интересная история, с которой бы вы хотели поделиться, то напишите мне в контакт, либо же в инстаграм. Возможно, в следующем выпуске ролик будет именно о твоей ситуации. Дорогие зрители, если вам понравился ролик, то поддержите его обязательно лайком, напишите какой-то коммент и, конечно же, подписка, чтобы не пропускать новые выпуски. У меня на этом все, обязательно еще увидимся. Всем пока!